Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичин. Сегодня будет видео посвященное оформленной работе вышивки крестиком от компании Золотое Руно Дама с Единорогом. Об этой работе уже есть отдельный плейлист на моем канале. В этом плейлисте на данный момент присутствует уже 5 видео. Из первого видео вы можете узнать некоторые интересные факты о самой картине, по мотивам которой был создан этот набор для вышивки. А это полотно великого итальянского художника Рафаэля Санти «Портрет дамы с единорогом», созданном 513 лет назад. Также познакомиться с основными составляющими набора, а также на протяжении четырех видео, четырех отчетов мы с вами последовательно наблюдали, как появлялась эта вышивка. Многие зрители писали мне, что им было бы очень интересно посмотреть на эту работу в оформлении, и я тоже могу сказать, что мне очень хотелось побыстрее оформить эту работу, хотя далеко не всегда, не с каждой вышивкой у меня есть возможность сразу же отнести эту работу на оформление. Но, к счастью, с этой работой получилось именно так. Закончила я ее тоже совсем недавно, 22 августа 2018 года, и вот уже в начале сентября эта работа полностью завершена и получила свое обрамление. Напомню кратко некоторые детали этой вышивки. Это набор от компании «Золотой руно» из музейной коллекции, артикул этого набора МК 027 «Дама с единорогом». Эта вышивка выполнена на конве 16 каунта, ее размер в сантиметрах 44,8 на 33,6, а в крестиках это 290 на 220. Таким образом, общая площадь зашивки в этой работе достаточно большая, 63 800 крестиков. И именно по этому показателю площади зашивки на данный момент эта работа среди моих готовых вышивок занимает первое место и является рекордной. Также могу сказать, что эта вышивка для меня дважды юбилейная. Во-первых, потому что это моя 75-я готовая работа в 2018 году, если мы будем считать от 1 января. И это моя 420 вышивка всего за чуть более чем 8,5 лет, что я вышиваю. Эта работа является также для меня важной и значимой. По своему сюжету мне очень нравится и оригинал этой картины, и сюжеты с единорогами. Об этом я вам уже рассказывала в некоторых видео. Например, можно об этом послушать в моем приветственном видео. Обязательно оставлю ссылку для тех, кто его еще не посмотрел. И также еще немного скажу о статистических данных вышивки этой работы. Она у меня заняла ровно 50 вышивальных дней и в часах работы. Это 228 часов вышивки. А теперь давайте посмотрим на оформление этой работы немного поближе. Итак, сейчас я вам показываю поближе раму в этой работе. Работа оформлена в натуральный деревянный багет. Размер работы с оформлением стал 52 на 41 см. Этот деревянный багет достаточно объемный и, на мой взгляд, соответствует музейному стилю. Еще раз подчеркиваю, что перед нами вышивка, выполненная по мотивам художественного полотна. Я выбирала достаточно долго раму к этой работе, рассматривала разные варианты, даже и еще более масштабный, более широкий багет. Чем данный? У данного багета ширина достаточно стандартная, 5 см. Самый широкий багет, который я пробовала прикладывать к этой работе, был 9,5 см. И, наверное, при том багете результат был бы еще более впечатляющим. Но я тот вариант не выбрала, потому что получалось некоторое несоответствие в золотых тонах. А мне было более важно именно цветовое соответствие. Также я осмотрела несколько вариантов багетов с добавлением бордовых оттенков. Но вот в этом итоговом варианте вы можете видеть между двумя золотыми деталями багета такое небольшое углубление. Оно не бордовое, оно в итоге красно-коричневое. Но мне понравилось, как этот оттенок сочетается с оттенками бордового на платье дамы. Давайте сейчас переведем взгляд в нижнюю часть картины. И также эта полоса, на мой взгляд, сочетается и с цветами, которые присутствуют в туловище единорога, в его шорстке. И мне также понравилось, как гармонирует тон золота в этой раме. И, опять-таки, с расцветкой самого единорога и с поясом на платье дамы. Этот цвет не ярко-золотой, но в то же время и не такой темный и состаренный, а именно такой, как мне хотелось его увидеть. И давайте приближу еще немного. Можно рассмотреть на некоторых деталях лепнины этого багета бордовые оттенки, как будто бы мазки кисти, которые очень хорошо перекликаются с оттенками бордового рукава на платье дамы. И сейчас хорошо видно узор на внутренней части этого багета. Этот узор, мне кажется, хорошо перекликается с золотым бэкстичем, который присутствует на поясе дамы. Хотя этот узор и не повторяет стишки буквально, но есть некоторое сочетание, некоторая преемственность в этих двух деталях. Работа оформлена с музейным стеклом, и я уже не первый раз оформляю свои работы именно так, но мне кажется, что в этот раз результат даже превосходит. Ожидание в том плане, что стекла действительно не видно, и создается впечатление, что можно, дотронувшись до картины, прикоснуться сразу к вышивке. Эту работу я оформляла в Москве, в багетной мастерской номер один. Я оставлю некоторые контактные данные этой багетной мастерской в описании к видео для тех, кому будет интересно. Могу сказать, что я довольна оформлением и сроками изготовления заказа. И весь итоговый результат оформления моей работы мне очень нравится, хотя, может быть, это и не именно такой вариант, который я представляла изначально. Напишите, пожалуйста, свое мнение об оформлении этой работы в комментариях. Мне будет интересно с ним познакомиться. Спасибо всем большое за внимание. Не забывайте о возможности подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео, если вы этого еще не сделали. В ближайшее время планирую вам показать еще несколько видео об оформленных работах. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, и до скорых новых встреч. Всем пока!